3,5 килограмма и 53 сантиметра счастья появились на свет 18 мая в семье Назаровых. Кристина. Так назвали дочку молодые родители. Для мамы Елены это первая беременность. Супруги ждали появления ребенка долгих 7 лет. Мы пытались, лечились для того, чтобы получилось такое чудо у нас. Все замечательно, роддом вообще хороший. Все врачи, все медсестры, все заботливые. У меня просто восторг. Поздравить молодых родителей с радостным событием приехали депутат Совета депутатов Одинцовского района, первый вице-президент Московского кредитного банка Нина Гинтова и директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области Ольга Месюкевич. В честь этого зната, поскольку вы тысячная мамочка на территории нашего замечательного роддома, мы хотим вручить вам вот этот сертификат, с которым вы можете прийти в офис Московского кредитного банка, и получить карту с суммой 50 тысяч рублей. Спасибо. Огромное спасибо, что вы пришли в наш родильный дом, да, потому что сейчас много перинатальных центров, ведущих клиник и так далее, но по мне, как у бывшего руководителя роддома, в нашем родильном доме есть душа. С каждым годом пребывание в Одинцовском роддоме становится все более комфортным. На сегодняшний день будущим мамам доступны все последние новшества в области акушерства и гинекологии. Появились новые отделения с нового года, это отделение детской реанимации и отделение патологии новорожденных, где пациенты лечатся маленькие, которых мы не можем сразу выписать домой. Партнерские роды по системе УМС, то есть бесплатные. Кроме того, каждый понедельник в роддоме проходят дни открытых дверей. Будущие мамы могут задать врачам все интересующие вопросы и своими глазами увидеть условия, в которых малыш появится на свет. Они проходят по понедельникам в 11 часов. Все желающие вместе с мужьями, с мамами приходят сюда в центральный холл, собираются. Потом мы рассказываем про вертикальные роды. Мы уже почти год рожаем по желанию. Женщины вертикально. То есть все предлагается, обо всем беседуем. Пока молодые родители принимали многочисленные поздравления и подарки, счастливая обладательница статуса тысячного, тихонько спала на руках у отца, как и подобает почетному малышу. Екатерина Яровая, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.